Сегодня у нас в гостях Орел Робертс. Мне нравится проводить передачи «Это твой день» с этим великим Божьим человеком. Сегодня ваш день для чуда. Верьте, что Господь восполнит все ваши нужды, потому что Он любит вас. Не забывайте об этом. Он любит вас. Он заботится о вас. Я рад, что сегодня вы со мной. Несколько дней тому назад я был у Орела Робертса дома. Мне нравится бывать у него дома, сидеть и разговаривать. Он рассказывал мне о своей новой книге «Обналичивание небесных щитов». Я хочу, чтобы сегодня Орел рассказал нам о тех откровениях, которые ему дал Бог. Откройте послание филиппийцам, 4 главу. Ну, кстати, вы великолепно выглядите. Это просто фантастика. А чего вы ждали от 90-летнего парня? Я так рад быть у вас в гостях. Друзья, сегодня с вами произойдет что-то хорошее. Аминь. Итак, послание филиппийцам, 4 глава, начиная с 15 стиха. Апостол Павел обращается к верующим филиппийцам. Он пишет следующее. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даяниям и принятиям, кроме вас одних. Только вы сделали мне пожертвование. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Что бы вы смогли обналичить ваш счет? Потому что, когда вы даете, вы открываете свой счет у Небесного Отца. Павел пишет. «Вы и Фессалонику раз и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую». Павел говорит, что сначала он посеял семя, а теперь он получил урожай. Он открыл Небесный счет, а теперь он обналичил этот счет, то есть снял с него деньги. Именно об этом моя новая книга «Обналичивание небесных счетов». Я начал служение исцеления, когда мне было 29 лет. В то время я открыл счет в банке в городе Тулса, штат Оклахома. После того, как я несколько раз сходил в этот банк, ко мне подошел президент этого банка. Он услышал мое выступление по радио и попросил, чтобы я зашел к нему. Когда приду в банк по делам, он сказал, что должен чем-то поделиться со мной. И это может помочь моему служению. Он сказал, что однажды он поехал на собрание банкиров в другой город. Это было зимой. На обратном пути машина заглохла. Он выпрыгнул из машины, достал инструменты, но обнаружил, что не может разобраться в причине поломки. Становилось все холоднее и холоднее. Он пытался остановить проезжающие мимо машины, но никто не останавливался. Через какое-то время ему стало настолько холодно, что он сел в машину и включил обогреватель. Наступила ночь, и к тому времени он сильно замерз. Через какое-то время остановился большой грузовик. Оттуда выбрыгнул мужчина и подбежал к машине. Он спросил, с вами все в порядке? Банкир ответил, у меня проблема, я не знаю, как починить машину. Мужчина сказал, я могу починить ее за 10 минут. Он починил машину, и банкир начал благодарить его. И тот мужчина сказал, не стоит благодарности, это мое благодеяние на сегодняшний день. Банкир достал чековую книжку и выписал этому человеку чек на 200 долларов. Он сказал, если вам понадобится 200 долларов, придите в мой банк и предъявите этот чек. Вам дадут по нему 200 долларов. Мужчина взял чек, положил его в портфель и поехал. Через несколько месяцев тот мужчина пришел в банк. Банкир увидел, что он говорил с кассиром. Кассир спрашивал у него, есть ли у него счет в этом банке. Мужчина отвечал, что у него нет счета, но у него есть чек на 200 долларов, подписанный президентом банка, поэтому он может снять 200 долларов в любой момент. Как раз в этот момент президент банка пришел в офис и увидел этого мужчину. И он сказал кассиру выдать 200 долларов, потому что это он выписал ему чек. Кассир выдал мужчине 200 долларов. Банкир сказал мне, я не знаю, почему я рассказываю вам эту историю, но я думаю, это может помочь вашему служению. Как раз в то время я разрабатывал тему «Семя веры». И мне в голову пришло это место из 4 главы «Послание филиппийцам», где апостол Павел говорит, что когда мы жертвуем Богу, мы открываем небесный счет. В 19 стихе сказано, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом и Иисусом». И вот прошло много лет, и я написал книгу «Обналичивание небесного счета». Потому что каждый раз, когда вы жертвуете Богу, вы пополняете свой небесный счет. Ваш небесный Отец кладет это пожертвование на ваш небесный счет. И когда вам нужно обналичить этот счет, вы ожидаете от Бога сверхъестественного урожая, когда вам это необходимо, вы можете обналичить небесный счет. Когда человек может обналичить свой небесный счет? В то время, когда у него есть нужда. Прежде всего, Библия учит нас тому, что мы должны сеять семя, исходя из наших нужд. «Почему вы сеете семя? Просто так? Вы делаете это просто, чтобы посеять семя?» Нет, вы сеете семя, чтобы получить урожай. Послание Галатам, 6 глава, 7 стих, говорит, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». И когда мы сеем семя, причем это могут быть финансы или какое-то доброе дело, это семя попадает на наш небесный счет. И когда у нас возникает какая-то нужда, мы обналичиваем этот счет. Я приведу вам пример. Когда мне было 86 лет, я был исцелен от аппендицита. Я вернулся домой после игры в гольф и почувствовал ужасную режущую боль в правом боку. Моя жена Эвелин спросила, «Что не так?» Я сказал, «Дорогая, я чувствую невыносимую боль». Она сказала, «Давай помолимся». Мы помолились за то, чтобы Бог исцелил меня. Эвелин предложила мне поужинать. Она думала, что после еды мне станет получше. Но этого не произошло. Я все еще чувствовал сильную боль. Она позвонила доктору. Доктор попросил, чтобы я описал свои ощущения. Он сказал, что по всем признакам у меня был аппендицит. И просил, чтобы Эвелин передала мне телефонную трубку. Он спросил у меня, «В каком конкретном месте я чувствую боль?» Я сказал ему, «Доктор сказал, что у меня аппендицит, и мне срочно нужно делать операцию в тот же день». Он сказал Эвелин, чтобы мы сейчас же садились в машину и ехали в больницу, а он все подготовит для операции. Когда мы ехали в машине, мы молчали. Я сидел на переднем сидении машины и терпел сильнейшую боль. Я сказал Эвелин, «Мне все еще больно». Когда я звонил доктору, я спросил у него, «Неужели у пожилых людей может быть аппендицит?» Он сказал, «Конечно, даже у маленьких детей случается аппендицит». И он сказал, «Что у меня точно аппендицит». «Знаешь, Эвелин, — сказал я ей, — «В жизни я переносил операции, но также у меня были исцеления, и в своем духе я чувствую, что мне не нужно делать операцию сегодня». Я сказал, «Ведь мы сеяли семя, чтобы быть здоровыми». Мы сеяли семя для нашего здоровья. И я прошу тебя согласиться со мной в молитве в соответствии с тем, что сказано в Евангелии от Матфея 18-19. Если двое или трое согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Я попросил Эвелин, чтобы она согласилась со мной в молитве. Мы взялись за руки, мы сказали, «Господь, мы селили семя для нашего здоровья, и сейчас мы хотим обналичить наш Небесный счет, на котором Небесный Отец хранит все семена, которые мы селили. Дай мне исцеление, чтобы мне не пришлось переносить эту операцию». Мы сказали, «Господь, мы с Эвелин соглашаемся в молитве за мое исцеление, чтобы мне не делали эту операцию. Мы приехали в больницу. Медсестры начали измерять мне температуру, кровяное давление. Они взяли у меня кровь на анализы. Эвелин спросила, «Есть ли у них средства, чтобы снизить боль?» Медсестры сказали, что без указаний врача они не могут дать обезболивающего. Вошел хирург. Он попросил, чтобы я показал ему больное место. Я показал. Доктор сказал, что у меня аппендицит, и они будут делать операцию немедленно. Меня положили на носилки и повезли в палату, чтобы сделать ультразвуковое обследование. Рентгенолог включил монитор, где отображались мои внутренние органы. На экране появилось изображение. И рентгенолог подтвердил хирургу, что у меня действительно аппендицит. Я повернулся лицом к стене и начал плакать. Я сказал, «Боже!» Я сеял мое семя. И мы с Эвелин согласились в молитве. Я хочу обналичить свой небесный счет. Я не хочу переносить эту операцию. В этот момент рентгенолог сказал хирургу, «Посмотрите на монитор». На мониторе появилось облако. И после этого рентгенолог сказал, что аппендицит исчез. Я посмотрел на экран. Он сказал, «Вы видите это?» И рентгенолог сказал, что аппендицита больше нет. Доктор сказал, «Я ничего не понимаю». Но он исчез. Вместо того, чтобы готовиться к операции, я встал. В это время рентгенолог сказал доктору, что им не придется резать меня. Мы вернулись в холл, где стояла Эвелин. Она спросила, «Что случилось?» Доктор сказал, «Я ничего не понял. Когда Орел зашел, у него был аппендицит, но потом он исчез. И это подтвердил рентген». Можно задать вам вопрос? Когда мы сеем семя, Бог дает нам урожай. Вы говорите об этом урожае или о чем-то большем? Я говорю об урожае. Это был урожай из того семени, которое я сеял в свое здоровье. Бог умножил мое семя веры, «Потому что я сеял это семя с верой». И вы говорите, что потом необходимо просить урожай. Мы должны ожидать урожай. Сказано, что посеет человек, то и пожнет. То есть Бог пошлет вам урожай, который вы пожнете. Но если не ждать урожая, то он пройдет мимо вас, и вы будете удивляться, где же он. Но если мы ожидаем урожай, если мы ожидаем, что Бог чудесным образом умножит посеянное семя, то мы ожидаем, что сможем обналичить наш небесный счет. И потом, когда возникнет необходимость, мы обналичиваем счет. В вашем случае вы просили этого урожая. Вы сказали, «Господь, я хочу обналичить свой небесный счет». И я это сделал. В общем, необходимо просить об этом. Да, конечно. Бенни, я постоянно сею семя. Каждый день своей жизни я засеваю разные семена. Например, сегодня я посею семя в ваше служение. Я выработал в себе отношение ожидания. Можно задать вопрос? Когда вы сеете семя, вы всегда ожидаете определенный урожай? Я всегда сею в желаемый результат. Хорошо, я хочу зачитать послание к филиппийцам 4.15. Павел пишет, «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь, кроме вас одних, не оказала мне участия подаянием и принятием». В своей Библии вы подписали здесь слово «получение». «Да». В переводе с греческого слова «принятие» можно перевести как «получение денег». Речь идет о даянии и получении. Речь идет о принятии, о получении денег. Павел пишет далее, «Не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Современный перевод говорит, «Умножающегося на вашем счете». Многие не знают об этом. Прочитайте, что написано в 18 стихе. «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив». Он сказал, «получив», чтобы самому иметь возможность посеять. «Знаете, часто мы чувствуем вину. Старые ложные учения учили нас тому, чтобы мы просто сели семя и ничего не ожидали взамен. Но речь идет о том, чтобы не ожидать отдачи от людей, потому что человек может отблагодарить вас, а может и не сделать этого. нам же необходимо ожидать отдачи от Бога, как от нашего Источника, как от нашего Небесного Отца. Именно у Него на нашем Небесном счете хранится наше посеянное семя». Сейчас я попрошу вас помолиться за телезрителей. В следующей передаче мы продолжим разговор. Я попрошу вас рассказать о важном периоде вашей жизни, когда вы узнали, что Бог может восполнить все ваши нужды, о том времени, когда вы перестали бояться Бога. Это ключ к истине. Дорогие друзья, перед нами лежат молитвенные просьбы, которые вы прислали нам. Я сказал вам сделать это, чтобы мы смогли помолиться за ваши нужды. И сегодня мы согласимся в молитве с Орелом Робертсом. Послушайте это письмо. Я смотрел передачу «Это твой день» с Орелом Робертсом. Он учил тому, что Бог дает семя сеятелю. Это письмо написала Стелла из Лондона. Она говорит, что захотела посеять семя. И сразу же после окончания передачи она получила по почте чек. Это произошло сразу же после передачи, и она как раз захотела посеять семя. этот чек пришел неожиданно. И она посеяла семя с верой в то, что ее мать принята Иисуса как своего Спасителя. Она также пишет, что к этому времени она расплатилась с первым долгом. Бог действительно дает семя сеятелю. Слава Богу! Сейчас мы помолимся над этими молитвенными просьбами и за нужды телезрителей. Орл, треть всех молитвенных просьб связана с финансами. Я прошу вас попросить Господа, чтобы Он восполнил все нужды людей, и помолитесь об их исцелении. Сейчас у многих людей тяжелая финансовая ситуация, и многие нуждаются в исцелении. Вы помолитесь за это? Во имя Иисуса я возлагаю свои руки на эти молитвенные просьбы. Отец, я повелеваю всякой болезни уйти. Я повелеваю восполнение каждой финансовой нужды во имя Иисуса Христа из Назарета. И я ожидаю сверхъестественный урожай. Господь, мы также соглашаемся о спасении наших близких. Восполни каждую нужду во имя Иисуса. Аминь и Аминь. Господь сказал мне каждый день молиться над молитвенными просьбами, и я делаю это на каждой программе. Друзья, продолжайте присылать нам свои молитвенные просьбы. Вот письмо из Австралии. Пастор Бенни, пожалуйста, помолитесь за мое исцеление от диабета второго типа, а также о восстановлении моего организма после этой болезни. Еще одно письмо из Австралии. Пожалуйста, помолитесь за исцеление моего брата от рака. Это письмо из Вирджинии. Мой сын Шон попал в аварию, когда ему было 16 лет. Он потерял часть лобной кости и правую часть мозга. Сейчас ему 32 года. Отец, мы молимся во имя Иисуса. Мы соглашаемся за исцеление этого молодого человека во имя Иисуса. Господь, пусть каждая нужда будет восполнена. Аминь и аминь. Друзья, присылайте ваши молитвенные просьбы. Мы будем молиться об освобождении от финансовой зависимости. Со мной будет Дженсен Франклин, Морис Церрулла и многие другие. Мы вместе с вами будем верить, что Бог избавит вас от финансовых проблем. Присылайте нам ваши молитвенные просьбы и посейте семя, потому что именно это высвободит ваш урожай. Сделайте это сегодня. Это пища. Как завтрак, обед и ужин для тела, это пища для души. Так что каждый день, каждый день читайте Слово Божье. Не хлебом единым жив человек. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. Около двух лет тому назад мне поставили диагноз рак толстой кишки. Болезнь прогрессировала. Я проходил лечение, но оно могло только сдержать болезнь на несколько лет. Я знал о служении Бенихина. Я был на нескольких крусейдах в прошлом. Я приехал в Шарлотту, где он проводил крусейд. В то время я был в инвалидном кресле, потому что у меня не было сил ходить. Пастор молился за больных раком. Еще один человек исцелен от рака. Я приказываю раку выйти во имя Иисуса. Я почувствовал, как Святой Дух сошел на меня. Это трудно описать. В общем, я чувствовал его во всем теле, с головы до пят. Здесь помазание на исцеление рака. Все, у кого есть рак, призовите Господа прямо сейчас. Я не понял, как это произошло. Я просто славил Господа за это. Я приказываю раку покинуть тела этих людей во имя Иисуса. В этот момент я был все еще очень слаб, но болезнь стала уходить. Я начал месяцев тому назад. Слово Божье. Истинно. Я был у онколога и прошел обследование кишечника и крови. Врач сказал, что у меня нет никаких признаков болезни. Рак распространялся через лимфоузлы. Но врач сказал, что мои лимфоузлы в полном порядке и нормального размера. Вся болезнь полностью ушла. Всякий, кто призовет имя Господа, будет освобожден. Поднимите ваши руки и призовите его имя. Он это сделает. Служение Бенихина касается всего мира, касается каждого.